Это действительно исторический момент. Впервые за 10 лет в Сочи поменяется руководство города. Сегодня в присутствии депутатов и общественности, исполняющего обязанности мэра Олимпийской столицы, представляет Вениамин Кондратьев. Я хочу представить вам исполняющего обязанности главы города Сочи, мэра Сочи, Алексей Сергеевич, лично заместитель мой по внутренней политике, человека, которого вы тоже знаете, который полностью погружен в проблематику сегодня Сочи, как и проблематику в целом, конечно, всего края, но Сочи это, я уже сказал, тот город, который всегда на виду, и не только у страны, у всего мира. Поэтому здесь его внимание к Сочи и позволило ему максимально погрузиться в те проблемы, которые сегодня, безусловно, в Сочи тоже есть. Сюда приезжает огромное количество отдыхающих, по итогам этого года практически более 6 миллионов, практически к 7 миллионам мы приближаемся. Но ведь нужно еще помнить о том, что в Сочи еще живут и люди, горожане, сочинцы, которые тоже хотят, чтобы они жили в городе, где бытовые проблемы максимально так же комфортно решались. Потому что они тоже должны ощущать, что они живут в своем городе, в красивом городе Сочи. Я искренне благодарен нашему губернатору за оказанное доверие. Действительно, горе стратегические, каждый из вас знаем, мы лично проходили не одно мероприятие, знаем, что вы очень работоспособная команда. Как сказал губернатор, действительно много чего сделано, лично Анатолий Николаевичем за все эти 10 лет. Его профессионализме никто не сомневается, в его команде никто не сомневается. Но вместе с тем задачи огромные, нужно двигаться вперед. Мы приложим максимальное усилие, чтобы не подвести никого. Алексей Копайгородский уже знаком с жителем края. Ранее он занимал должность вице-губернатора Кубани и курировал направление внутренней политики. С сегодняшнего дня Копайгородский назначен первым заместителем главы Сочи и приступил к исполнению обязанностей мэра курорта. Молодому руководителю предстоит управлять уникальным и колоритным городом, где сумели сохранить межнациональный мир и согласие. Любая национальность – это люди, а с людьми всегда нужен диалог. Если этот диалог будет, всегда можно договориться, потому что нет какой-то нации, которая превосходит другой нации. Все люди, все нации равны между собой сто процентов, потому что везде разумные люди. Надо людей видеть в первую очередь, людей, которые помогают созидать, которые помогают строить, развивать. Либо те, которые делают другое, не лучше. И это все равно люди. Это не национальность. Это люди. Люди. Поэтому опирайтесь на тех людей, любой национальности, которые вам позволят максимально качественно развивать Сочи. О том, что Анатолий Пахомов принял решение не идти на третий срок, стало известно в конце августа. Уже сегодня полномочия градоначальника истекли. Под руководством Пахомова сделано немало. Сочи стал олимпийской столицей и международной политической площадкой, где проходят мировые события высокого уровня. Один из самых динамично развивающихся городов страны. Теперь и круглогодичный курорт, где понятия «низкий сезон» и вовсе отсутствуют. Я хочу сказать, что благодарен Анатолию Николаевичу за это решение, за то, что сегодня Сочи стал современным, безусловно. За проведение олимпийских игр, также чемпионат мира по футболу. И много-много-много еще событийных мероприятий, которые, наверное, стали информационным поводом не только на всю страну, а на весь мир. Ведь Сочи сегодня – это площадка совсем уже не спортивная, и даже, наверное, не культурная, это площадка политическая. Это площадка, где встречается наш президент России со многими главами государства, где проходят очень серьезные события, резонансные на весь мир. Форумы, саммит. Вы без меня знаете, насколько богат календарный план Сочи на такие события. Поэтому все это, безусловно, в том числе и заслуга мэра, коллеги, и заслуга всех вас, большой команды мэра. Поэтому я хочу сказать, что и вам спасибо огромное, коллеги, и всем вам, за сегодняшний результат. Вимич, ну я прежде всего хочу поблагодарить вас за возможность работать с вами. Хочу сказать, что действительно немало мы сделали. Мы построили и школ много, мы и дорог много отрыли, только новых 360 километров. Ремонтируем, участвуем во всех программах. На встрече с общественностью губернатор также обозначил и ряд проблем, которые сегодня есть в Сочи. Например, в строительной и коммунальной сфере. Вениамин Кондратьев отметил, что новому руководству и новой управленческой команде предстоит решать не только глобальные вопросы, но и ежедневные проблемы людей. Важно, чтобы жизнь местных жителей не отставала от того высокого уровня, на который сегодня претендует Сочи. Сегодня результаты, они нужны людям. Они нужны людям. Я всегда говорю, что люди, и сочинцы в том числе, они не просят ничего сверхъестественного. Когда я с сочинцами встречаю, они говорят о простых бытовых условиях. Они говорят о дорогах, они говорят о тротуарах, они говорят об освещении. Они говорят в целом о детских садах, школах. Они ничего сверхъестественного не просят. Ничего не просят. Они говорят, дайте нормальные бытовые условия. Сегодня благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину мы имеем имеретинку. Безусловно, это не то болото, которое когда-то было. Это современный сегодня город. Современный. И достояние сегодня современной России, мощной России. Вы сами прекрасно знаете, за какое время построена и имеретинка сегодня. Можно сказать, я еще раз подчеркиваю, это город, современнейший город. И Красная Поляна. Я бы сказал, мировой курорт. Безусловно, это уже все говорят. Даже у иностранцев нет сомнений, у тех, кто там был. Сочи. Это желанный город. Сегодня для жизни, я уверен, многими россиянами. Но в первую очередь давайте позаботимся о тех, кто сегодня уже здесь живет. Это зависит от нас. От нас, насколько сегодня будет исполняющий обязанности мэра Сочи активным. Насколько вы будете активным. Насколько вы будете сторонниками. Даже не коллегами и не партнерами, а сторонниками. Этой общей задачи сделать Сочи комфортным городом для жизни. Для жизни и тех, кто живет сегодня в Сочи, жителей Сочи с сочинцем. И тех, кто будет сюда еще приезжать и на постоянное место жительства в том числе. Вместе мы одна большая команда. И я уверен, что сочинцы сейчас тоже надеются на определенную перезагрузку. На определенный новый импульс в развитии современного Сочи. И давайте мы этот импульс в Сочи придадим. Выборы нового руководителя у курорта еще впереди. Впервые в истории Сочи главу города будут определять по новым правилам. Не всеобщим голосованием местных жителей, а решением депутатов городского собрания. Продолжение следует...